Вступление. Всем тем, из-за кого возникло ЛЗЕ. Ибо если бы эти противники и все их замыслы не существовали бы, то не было бы нужды в ЛЗЕ. Мне показалось, что это интересная мысль, и я стал выбирать этого противника. И это было совсем непросто, потому что их много, и я хотел бы как-то упомянуть их всех. Это организации, Американский Еврейский Конгресс, Ложебный Брид и его Антидеформационная Лига, Американский Еврейский Комитет, реформистские раввины в кавычках из Центральной Конфедерации Американских Раввинов, паства из Союза Американских Еврейских Конгрегаций, Руководившие гибелью еврейского самосознания, уничтожившие целое поколение молодых евреев. Эти молодые евреи, поняв весь ужас американского понятия еврейства, созданного этими организациями, в замешательстве и с отвращением бежали от него. Это те, кто боролся за освобождение Вьетнама и Мозамбика, кто проливал кровь за права негров в Миссисипи, пренебрегая страданиями нищих масс в еврейских кварталах Америки, нашими братьями и сестрами в Советском Союзе и Сирии. Эйзенратты, Масловы, Форстеры, ассимилировавшиеся лидеры шести миллионов. Опять эта же цифра еврейских овечек. Это родители, которые принесли своих детей в жертву на нечистый алтарь бармицвы в кавычках и раввины в кавычках, продающие себя в храмах в кавычках, субсидированных довольными поставщиками деликатесов. И Лео Пфефер из американского еврейского конгресса, который отчаянно борется в судах против каждого центра общественной помощи на еврейское образование и, напрягая усилия для спасения евреев от ужасной опасности рождественских елок на муниципальных лужайках в штате Вайоминг. Под конец я попытался ограничить количество антигероев. Может быть, это синагога в Сиракузах, в которой я выступал и где мне сообщили, что ее новое здание стоило столько, что совет директоров попросил Равина уменьшить расходы на религиозную школу. Я думал о Самуэле Льюисе Габбере. О нем я еще расскажу ниже. Функционере антидеформационной лиги Филадельфии, передавшим ФБР имена членов ЛЗЕ и ставшим тем, о которых мы молимся три раза в день. И да не будет надежды доносчикам. И все минин, вероотступники, и все злодеи пусть немедленно сгинут. А потом я вспомнил об отделении Бней Брит в Лос-Анджелесе, где, выступая в 1971 году, я с удивлением узнал, что лидер этой еврейской организации женат на нееврейке. И размышляя над этим примечательным фактом еврейского безумия, я слушал, как один из выступающих говорил об одном из проектов Бней Брит в строительстве Кегельбана для негров. Такие еврейские организации не могут быть забыты, и таких евреев надо помнить вечно. Ведь если посмотреть на пустошь американского иудаизма, на шизофрению и анархию, на потерянных евреев, беспомощно ищущих свои корни, и понять, откуда все это произросло, какими ядовитыми водами оно питалось, все становится ясно. Этим жалким лидерам Бней Брит в Лос-Анджелесе, еврейским антигероям, пар эксцелленце, и посвящается эта книга. Что касается членов ЛЗЕ, которые отдали своему народу так много, ничего не получив взамен, кроме оскорблений, нападений, руганий и одиночества, они не нуждаются в посвящении. У них оно и так есть. И они не должны чувствовать себя одинокими. Они находятся среди тех, в кого когда-то бросали теми же камнями, и перед кем мы преклоняемся. Авраам, Моисей, Илья и Еремия, Маковеи и Эцель. Иргун Цваилиуми, национальная военная организация в подмандатной Палестине. Обращаясь к вам, активисты ЛЗЕ, я могу только повторить слова, которые я сказал в федеральном суде в 71 году перед вынесением приговора. Я смотрел на судью, но на самом деле я обращался к вам. Когда мне было 5 лет, меня отдали в Ешиву, и там я находился до 23 лет. За эти 19 лет я выучил там очень много вещей. Есть определенные вещи, которые навсегда остаются с человеком, и я думаю, из всех вещей, что я выучил там, больше всего мне запомнился один урок. Я считаю, что если кто-то спросит, что такое еврей, какова суть его жизни, ответом должны быть слова «любовь к другому еврею». Такое заявление легко сделать. Многие люди делают такие заявления. Оно ничего не стоит. Любовь к другому еврею означает лишь одно – обязанность сделать то, что должно быть сделано. Я нахожусь в ЛЗЕ уже три года, и я не знаю, что случится этим утром, но я всегда буду помнить эти три года как кульминацию этой любви к евреям. Я получил от ЛЗЕ гораздо больше, чем дал ей, потому что я встретил людей, которые готовы пожертвовать собой. Сегодняшним утром один из корреспондентов спросил меня о моих чувствах, и я хочу сказать вам, что я чувствую. В Талмуде есть рассказ о великом рабе Йоханане бен Закая. Когда он находился при смерти, и к нему пришли попрощаться его ученики, он заплакал. «Раби, почему вы плачете?» – спросили они его. «Вам нечего бояться. Вы, несомненно, попадете в рай, в Олам-Аба, грядущий мир». Он ответил, «Если бы я предстал только перед человеческим судьей из плоти и крови, который мог бы посадить меня на много лет в тюрьму, или в самом худшем случае лишить меня жизни, я бы все равно боялся. Но мой страх намного больше, ибо я предстану перед судьей и судей, перед всемогущим. Мне неприятно быть здесь, хотя бы только судья из плоти и крови. Я не хочу идти в тюрьму, хотя это может случиться, но в какой-то день я предстану перед другим судьей, и там будет очень много душ. Эти души будут стоять рядом с ним, и каждого приходящего еврея они будут спрашивать, «Где ты был, когда мы звали на помощь?» Это души евреев, погибших в катастрофе в Европе, и души евреев из СССР. Я бы хотел сказать им, что я сделал все, что было возможно. Посадят ли меня за это в тюрьму или нет, я буду продолжать делать то, что я должен делать. И я хочу только надеяться, что члены ЛЗЕ и все евреи, независимо от того, что произойдет сегодня утром, будут делать то, что они должны делать. Благодарю вас. Конец цитаты. И благодарю всех, кто сделал ЛЗЕ такой замечательной организацией.